Я также хочу этот энергомаш сравнить с протонами, посмотреть чем она лучше и чем она отличается. Так как на официальном сайте болгарка энергомаш стоит около 800 гривен, а протон можно найти 560-600 гривен. Друзья, всем огромный привет! Вы на канале обзор электроинструментов и с вами Николай Дотошник. Сегодня на обзоре две болгарки. Одна из них от торговой марки энергомаш, модель УШМ 9012Т. А также болгарка от торговой марки Протон, модель МШУ 125 на 930. Я буду разбирать, смотреть что внутри, а также посмотрим стоит ли переплачивать. В общем, друзья, недавно я видел видеоролик, где болгарка энергомаш сравнивает с другой такой же похожей болгаркой. И автор показывает, что данная болгарка дороже и чем она лучше и чем она отличается. Я также хочу эту энергомаш сравнить с протонами, посмотреть чем она лучше и чем она отличается. Так как на официальном сайте болгарка энергомаш стоит около 800 гривен, а протон можно найти 560-600 гривен. Пробежимся быстро по характеристикам. Протон указали мощность 930 ватт, количество оборотов 11000 оборотов. И, конечно же, под диаметр диска 125 миллиметров. Энергомаш в этом плане не поскромничал. Указали мощность 1000 ватт. И также под диаметр диска 125, количество оборотов 11000 оборотов в минуту. Комплектации в болгарках абсолютно одинаковые. Это защитный кожух, рукоять держания, запасные или угольные щетки и ключ для снятия оснастки. Как всегда, втихаря у жены украл весы и хочу взвесить болгарки. Протон имеет вес килограмм 528 грамм. И энергомаш имеет вес плюс-минус такой же килограмм 504 грамма. Конечно же, был бы я недотошным, я бы сказал, что они одинаковые. Но нам, конечно же, надо посмотреть, каковы они внутри. Прижимные гайки Протон, прижимные гайки Энергомаш также идентичны. Обе эти гайки имеют насечки. Клавиши включения как и в Протон, так и в Энергомаш работают плавно. Нигде ничего не клинит. Они также идентичны, только разный цвет. А вот именно стиль редуктора, а мне лучше заходит от торговой марки Протон. Он молотковой такой вот покраски. Здесь обычно серый. Подключил болгарку Протон к сети. Хочу продемонстрировать вам работу и сам послушать. Работает чисто, без каких-либо нареканий. Следующий подключил болгарку Энергомаш к сети. Также хочу послушать. Абсолютно так же работает чисто, нареканий нет. Друзья, сетевой кабель из ПВХ сечением 2,75 мм квадратных и длина составляет 2 метра. Кабеля идентичны. Так, друзья, зайду на Е-каталог и посмотрю, почем Е-каталог предлагает нам болгарки. Сначала посмотрим болгарку от Энергомаш. И очень удобно, что видно и минимальную, и максимальную цену. Посмотрю вниз по страничке и сразу видно, какой магазин предлагает минимальную цену. Добавлю себе в закладки и добавлю в сравнение. Так, а теперь посмотрим болгарку Протон. Видно, цены здесь приятней. Также добавлю ее в свои закладки и в список для сравнения. Спущусь вниз по страничке и посмотрю, где самая приемлемая для меня цена. Кстати, друзья, очень удобно в том сравнении, в которое я себе добавил, можно увидеть график динамики цен. То есть, в каком месяце была цена минимальная и какая сейчас цена. И очень удобный тот момент, что всегда могу выбрать аксессуары для болгарки. В общем, друзья, все ссылки я, как всегда, оставлю в описании. Первым делом я снял угольные щетки, и они абсолютно идентичные, братья-близнецы. Размер их составляет 9 на 6 миллиметров. Потихоньку, не спеша, я добрался до кнопок включения. Они также идентичны, клопки эти очень хорошие, пылезащищенные и имеют 5 ампер. Ну что ж, разобрал я часть редукторов, открываем, ну и смотрим. В корпусе редукторов у обоих болгарках стоят шариковые подшипники. По традиции замеряю шестерни. Сначала от протон, диаметр ее составляет 44,5 миллиметра. И от энергомаш. Идентично, 44,5 миллиметра. Толщина вала, на которой напрессована шестерня, составляет 12 миллиметров. Протон, энергомаш. Также 12 миллиметров. Ну а сейчас самая интересная часть нашего видео. Добираемся до якорей. Красавцы якоря. Как я люблю этот момент. Вам он тоже, наверное, нравится. Ну что ж, друзья. Внешне якоря один в один идентичный. То есть, такого же цвета заливка. Также качественно залит. Лабиринтные уплотнения на обоих якорях стоят одинаковые. Крыльчатки также братья-близнецы. Разницы здесь я не вижу. Пожалуйста, якоря вблизи. Это протон, это энергомаш. Абсолютно, абсолютно идентичный. С одного завода. Подшипники на задней части якоря стоят под номером 607. Также одинаковой фирмы CNU. Друзья, заметил еще такое, что даже проводки, которые идут от катушки, также идут одинакового цвета. Белый-белый, коричневый-коричневый. Друзья, а вот и катушки статоров. Также они идентичны, также один в один. В общем, братья-близнецы. Друзья, я так думаю, они собраны на одном заводе. Только и вот непонятно, почему энергомаш дороже, а протон дешевле. А сейчас я сделаю небольшой каламбур. То есть якорь от протон я поставлю в болгарке энергомаш. А якорь от энергомаш, уже запутался, видите, поставлю к болгарке протон. Соберу это все дело и включу. Так, видно, протон с молотковой покраской на энергомаш, от энергомаш на протон. Здесь даже вот эти винты самореза крепления, они так же, друзья, они так же идут идентичны, абсолютно идентичны. Так, чуть не забыл, и фланцы тоже хочу поменять местами. То есть от протон ставлю на редуктор энергомаш, а двигатель протон. Короче, я уже запутался, все перемешал, как какой-то винегрет сделал. Друзья, винегрет из болгара. В общем, я собрал. Все аккуратно, хорошо крутится. Сейчас будем подключать к сети и пробовать, как она работает. В общем, все поменял. Ремикс из болгарок сделал. Теперь осталось подключить к сети, попробовать, как работает, послушать работу. Просто шепчет, просто шепчет. Помню, даже кто-то с подписчиков просил меня, чтобы я когда-то что-то менял, если больше, то идентичный. Вот, пожалуйста, поменял. Также чисто, хорошо работает, придраться не к чему. В общем, друзья, это Близнецы.